Жизнь здесь поставлена таким образом, что ребята сами следят за порядком. Порядок в рядах неопытной авиации. Порядок должен быть везде. Многие мамы когда заходят и видят, что она подходит и говорит, слушайте, я дома сына не могла заставить кровать застелить. Следит за чистотой учебного процесса. Так, Кирожиев. Да. Что у вас, все на занятиях сегодня были? Так точно. Отсутствующих не было? Нет. Воспитанник летного училища Михаил Даниилян теперь воспитывает будущих коллег. Покажите, чему вы здесь учитесь, как. Так, первым открываем бензокран, соответствующий АЗС, аккумулятор. Один из будущих партнеров по гражданской авиации. Вся авиация в семье, начиная с бабушек, с дедушек, диспетчера, летчики. В условиях виртуального полета вполне реально оценивает значение гражданской авиации. Сфера достаточно для самой страны, имеет огромное экономическое значение. В свободном полете курсанты училища. Над чистым небом учебной авиации сгустились тучи законодательных неточностей. Предположили, что кадастровая стоимость земель участка устанавливалась необоснованно, а может быть даже и незаконно. За просторы летного училища местная администрация требует заплатить огромные многомиллионные налоги. По состоянию на 1 января 2006 года, 2007 года, 2008 года кадастровая стоимость данного земельного участка 146 858 рублей. С 1 января 2009 года стало 30 миллионов 962 тысячи. Резкий рост цены, а значит и налога на один из земельных участков училища, объясняет тем, что ему незаконно присвоили статус населенного, как и другим, которые тоже в их ведении. Здесь солончак, степь, нельзя не выращивать ничего, не строить дома. Эта земля сейчас стоит полтора миллиарда, а когда была земля транспорта и промышленности, она стоила 400 миллионов. В городской администрации оспаривают прошлый статус земель промышленного и транспортного назначения. Всегда это было, что оно входило в земли населенных пунктов. У нас был генеральный план 61-го года, генеральный план 76-го года и вот 76-й, последний генеральный план. Так как не было ни правового акта об отнесении этих земель к землям населенных пунктов, ни подтверждалось это генеральным планом, арбитражный суд Саратовской области принял 9 сентября 2010-го года решение о признании незаконным действием управления Роснедвижности по Саратовской области по отнесению выше названных участков земельных к категории земли населенных пунктов. Чиновничья оплошности находит аргумент в свою пользу. По решению местного совета депутатов они вообще освобождаются от налога на землю. Освобождаются от налогообложения бюджетные учреждения. Это организации управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета. Не уточнили, что под соответствующим понимают бюджет города. За толкованием слов чиновники обратились к пишущей братьи. В издательстве слова нам четко отдали ответ, что соответствующий бюджет – это значит бюджет муниципального образования. Если налоговая служба не признает льгодное право летного училища, будут добиваться его через арбитражный суд. Таких земельных налогов нет нигде. Ульяновское высшее лицо на училище в соответствии с решением городского совета, они освобождены от уплаты налога. Сейчас мы будем подготавливать воздушное судно к запуску, будем выполнять все необходимые процедуры в соответствии с картой контрольных проверок. Нам необходимо закрыть дверь, одеть наушники и начинать уже выполнять все процедуры по данной карте. Совсем далеки от реальных событий и не потому, что отрабатывают навыки в условиях полета имитации. Просто они выше материальных интересов чиновников. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.